Семейный оазис появился в селе Лопыгина. Территорию мечты жителей создали своими силами, благодаря конкурсу президентских грантов. На открытии побывала наша съемочная группа. Семейный оазис встречает детским смехом. Просторная сцена, множество лавочек, огромный батут и новая детская площадка. Свободных мест сегодня нет. Раньше здесь ничего не было, а теперь есть. Я очень рада, что появилась площадка. Появление такой позитивной территории заслуга ТОСа Вишневой, директора Лопыгинского ЦКР и Ассоциации многодетных семей. Несколько лет назад это место было свалкой. Сухие деревья, мусор, заброшенный овраг. Исправить положение решила семья Рудаковых. Вячеслав, председатель местного ТОСа, с женой и детьми живут неподалеку. Гулять здесь было негде. Своими силами начали расчищать территорию. Вскоре подключились соседи. Было больно смотреть, что красивые места были просто запущены. И детворе все же негде было гулять. Мы хотели сделать что-то более комфортное, какую-то полетбольную площадочку, турнички поставить. И с такого малого проекта пошел именно такой проект. В сентябре прошлого года к Рудаковым постучалась директор местного ЦКР Светлана Шопина с идеей побороться за президентский грант и сделать семейный оазис центральным местом села Лопыгина. Установить здесь большую сцену, расширить территорию и проводить праздничные мероприятия. Они меня поддержали. И мы обратились в Ассоциацию многодетных, потому что наша идея для семей. Буквально за три дня Елена Вячеславовна написала проект. Спасибо ей огромное. И дальше началась уже наша кропотливая работа. Подготовка к мероприятиям, подготовка детей, подготовка к площадке, высаживание аллеи, в которой принимали очень многие участия. Все получилось. Всем большое спасибо. Семья Рудаковых предложила софинансирование проекта в размере 319 тысяч рублей из своих накопленных средств. Плюс выигранный президентский грант – еще 607 тысяч. Сельские территории надо развивать, чтобы люди здесь имели возможность отдыхать. Не в каждой сельской территории есть такой вот центр, центр притяжения, скажем так, семейный оазис. Поэтому вот мы решили, ну почему бы нет. Все в городе, в городе. Когда объявили результаты, мы просто, мы вот, честно, у нас мы неделю отходили от этого состояния, потому что понимаем, что для развития сельской территории очень важное, значимое событие. Впереди у Вишневого парка интересное лето. Здесь отпразднуют День села, проведут несколько концертов. Каждый день тут сможет развлекаться детвора. А Рудаковы уже загорелись новой идеей – установить в семейном оазисе уличные тренажеры. Анастасия Иконникова, Александр Гончаров, Александр Балакин, 9 канал.